В Иванове полным ходом идет вакцинация против гриппа. В первую городскую поликлинику месяц назад поступил отечественный препарат Гриппол+. За это время было сделано почти 7 тысяч прививок. В ближайшие дни учреждение полностью выполнит план по вакцинации. Но это не означает, что если еще появятся желающие, им откажутся делать прививку. Если вдруг у нас не будет вакцины, мы связываемся с другими поликлиниками. То есть по городу взаимосвязь полная. То есть тут без всякого вакцины будет. Надо обратиться в отделение профилактики за допуском врача-терапевта, и ему также сделают прививку. В первую очередь прививки были сделаны так называемым группам риска – врачам, педагогам, работникам сферы обслуживания. После инъекции формирование иммунитета происходит в течение двух-трех недель. Вакцина позволяет бороться с гриппом на протяжении года, что немаловажно. Ведь грипп является распространенным заболеванием, а ежегодная иммунизация позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений от инфекции. Грипп опасен своими осложнениями. То есть он дает дорогу бактериальной флоре. То есть если человек заболевает гриппом, у него может развиться воспаление легких, бронхит, поражение сердца, поражение центральной нервной системы. То есть он опасен осложнениями. Аптеки и предстоящие эпидемии тоже готовы. В необходимом количестве имеются препараты против гриппа и простуды. Кроме того, в учреждениях размещены информационные стенды. Рост заболеваемости гриппом среди граждан происходит сезонно. Но руководство муниципальных аптек уверяет, что повышения цены на лекарства пользующиеся спросом не будет. В нашем предприятии такого не бывает. Наценка фиксированная. Больше 25% на все медикаменты. В общем мы не поднимаем. Ряд медикаментов входит в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Там наценка составляется в соответствии с действующим законодательством. Возрастания цены в этот период, как правило, не бывает. Пока среди взрослого населения эпидемический порог не превышен. Однако чаще стали болеть дети дошкольного и школьного возраста. Но в связи с предстоящими холодами медики ожидают, что число взрослых пациентов тоже увеличится. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.